Чем занимался в Питере легендарный Михаил Кокляев? Нужно не фармакологию брать, а много еды просто брать надо. Почему Владимира Дубинина иностранцы принимают за полицейского? И сюда пытались. Солдат, милитарь? Нет. Полис? Нет. И что интересного происходит сейчас в жизни абсолютного чемпиона России Сергея Кулаева? Осень я пропускаю. Ну и надо работать над ошибками своими, как позирование, улучшить свои минусы, добавить плюсы. Обо всем этом и не только вы узнаете из очередного выпуска новостей канала «Железный рейтинг». Продолжает набирать обороты первый виртуальный чемпионат по бодибилдингу «Я-мужик», организованный брендом спортивного питания «Пьюр Протеин». В адрес железного рейтинга регулярно приходят видеосюжеты о тренировках участников чемпионата со всех уголков бывшего Советского Союза. Зовут меня Владислав. Проживаю я в городе Киев. Сейчас мне 21 год. Начал посещать зал я с 16 лет. Судя по этим видео, парни готовы не только побороться за главный приз чемпионата, но и развеять пару мифов, например, о неповоротливых качках. Вторую серию этого интереснейшего проекта вы уже можете посмотреть на нашем канале. Знаменитый робот-культурист даже готов раскрыть пару секретов идеальной сушки. При правильном питании мышцы можно хорошо сохранить то, что уже наработано, да? Но наблюдая за перипетиями бодибилдинга виртуального, железный рейтинг не забывает и о бодибилдинге реальном. Так на днях мы заглянули к Владимиру Ивановичу Дубинину и в очередной раз убедились, что глава российского культуризма знает, как решать любые сложные проблемы. Интересно, а кто из чиновников российского бодибилдинга так же крут, как и их президент? Саша Вишневский, но он заслужил своими титулами это многократно. Несколько человек можно выделить, о которых постоянно ходят разговоры в кулуарах, да? То есть это Александр Вишневский, Борис Васильев, Антон Гевинка-Катсуба, Олег Макшанцев. Саша Тимошенко тоже достаточно влиятельный человек, но он как бы не претендует на главу федерации в будущем, да? То есть... Саша Тимошенко. Есть так. Может, он пытается больше так себя преподать, но... Кстати, у Александра Вишневского железный рейтинг совсем недавно побывал в гостях, о чем мы сделали отдельный выпуск программы. Заходите, защелку закрывайте. Но даже отдельная программа не смогла вместить всю ту интересную информацию, которую рассказал нам Александр. Например, о том, как изменился его подход к подготовке атлетов. Раньше, думаю, надо обязательно делать хороший рельеф, и, возможно, я где-то делал немножко жестковато какие-то схемы, и, может быть, где-то терялась мышечная масса чуть-чуть, да? Сейчас я стараюсь все-таки пытаться делать какие-то вот сочетания диеты и фармакологии, чтобы сохранить максимально наполненность мышечную и при этом сделать хорошую сушку. Это тоже постоянный поиск, чтобы все грамотно сочеталось, и диета, и фармакология, и тренировки, да? А также, что при работе с бикини приходится идти на разные хитрости. Конечно, наверное, я даю, может, чуть больше, и я понимаю, что где-то, если девочка сфилонит, ну, не сильно, то сильно на ее форму, наверное, это не скажется. Но это, конечно, не у всех. Есть, конечно, девчонки, у которых тяжело идет именно процесс сушки. Вот эти проблемные зоны, да, на ягодицах, на бедрах, вот, бывает, что прямо очень сложно идет. Тут просто нет других вариантов, как ужесточать нагрузки и снижать калорийность. Вот, а есть девчонки, наоборот, с хорошим обменом, и я понимаю, когда там она где-то, ой, я тут вот немножко расслабилась, я так, ну, так больше не делай, но сам понимаю, что, в принципе, для нее ничего страшного. Как мы поняли, здесь Александр намекает на свою самую известную ученицу Светлану Ерегину. Хотя мы, конечно, можем и ошибаться. Про Ерегину в том числе. Ну, уж как она урезает, всем бы так урезать. Я ей всегда говорю, ты должна радоваться, у других намного сложнее. Не смогли мы не затронуть и скандал вокруг дисквалификации Сергея Миронова. Я думаю, что Миронова тоже нашел недобинину в интернете. Это же, поэтому получилось после. Правильно, я понимаю, что есть после. А сейчас кто у нас сидит, в суде сидит, никто не сидит там. Я помню, когда-то девушка какая-то сидела, которая где-то снималась. Да, в последствии на ванях сидела. Но подробно об этой и других неоднозначных историях вы сможете узнать в ближайшем выпуске железного рейтинга «Топ-5 главных скандалов». В его подготовке нам, кстати, очень помогла очаровательная Виктория Азямова. Работаем. Работаем. Ну что, дорогие друзья, мы поймали Олесю Николаеву сразу после награждения. Оксану Артемову мы выбрали как самого экспертного человека в этой категории. И вопрос у нас, Оксан, будет к себе такой. Этот человек не нуждается в представлении. На всякий случай скажу, Ольга Путрова абсолютная чемпионка России. Но нас интересуют не только события прошедшие, но и события будущие. И поэтому мы приехали на тренировку к Сергею Кулаеву, которому по плечу в ближайшие несколько лет удерживать титул сильнейшего билдера-тяжеловеса России. Но несмотря на его титул, и Сергей знает пока не очень много фанатов. Хотя сам абсолютный чемпион России уверяет, что это не проблема. Нет, я не единый. Я занимаюсь спортом, а не популяризацией себя. Многие популяризируют себя, потом на сцену выходят. Все их знают, но они пока еще выигрывать не могут. Со мной выступали и более известные люди. Такие, как Сидорычев, который там куда ни ткнет, наверное, у всех на страницах есть. Но как-то мельдинность ему не помогла. Хотя, возвращаясь в начало нашего новостного выпуска, мы не исключаем, что на просторах нашей необъятной страны уже вовсю тренируется достойный соперник, действующему чемпиону. И виртуальный чемпионат «Я мужик» поможет сделать ему первый шаг к реальному соревновательному помосту. Покачался, сфотографировался и все. Почему бы нет? Я попробую. Интересно? Нет, интересно, очень интересно. Конечно, я попробую. Кстати, встреча с Сергеем подтолкнула нас к мысли сделать выпуск, посвященный тем атлетам, кто в ближайшее время сменит на соревновательном подиуме нынешних звезд российского бодибилдинга. Наверное, ну, малоизвестно уже, наверное, сейчас нынешних спортсменов хорошего уровня, наверное, они все известны, да, там более или менее. Поэтому, наверное, ну, своего друга, это Аркадий Величко, наверное, который может составить, я думаю, самую главную конкуренцию, как мне, так и другим всем заперникам. Но это в будущем, а в настоящем железный рейтинг провел минувший уикенд в компании легендарного Михаила Кокляева. Сударом, Илья. Ну, я спал и думал о том, что я буду сегодня поднимать. Чемпионы кушать, богатыри. Приятного аппетита. Спасибо. Вот так, спасибо. За руки. Конечно. Получилась новая песня. Александр Шпан. Русский самурай. Спасибо вам за... Очень вкусно. 29 июня Михаил провел на берегах Невы свой семинар. Ну, что я просто, наверное, как антармин, я приедаю в абсолютную силу. Хорошо. Говорил Михаил, как всегда, интересно и много. А под занавес семинара провел турнир на силу хвата. Это важно. Ходите. Нет. Представь. Можно использовать. Что еще не отходит? Нет. Все призеры турнира получили призы от бренда спортивного питания «Санг» и сети магазинов спортивного питания «Фитнесбар.ру». Вот у тебя от «Фитнесбар». Я с фирмы «Санг» и «Коника Спорт». Вот этот вот мешок. Вот этот прекрасный. Кстати, финалистка этого турнира стала очаровательная Илька Николайчук, директор по рекламе канала «Железный рейтинг». Вот это вот ощущение, на тебя все смотрят, и ты не можешь упасть лицом в грязь. Ты должен завоевать какое-то место. В общем, семинар прошел на ура. Он классный. Зря не пришли. Остались довольны и сам Михаил, и многочисленные гости, которые, даже несмотря на свой огромный личный опыт, смогли почерпнуть для себя много новой интересной информации. Мне была очень интересна схема, о которой рассказал Михаил, именно тренировочная. Человек поднимает серьезнейшие веса, как бы, и схема для меня оказалась совершенно неожиданной. Кое-какие его идеи я, возможно, перениму для своих тренировок. Ну, слушаю многие вещи. Даже если они не были новыми, они, наверное, что-то все-таки дали систематизировать. Так что все равно было интересно, плюс честь и дать уважение великому человеку. А под финал нашего выпуска Михаил Кокляев решил сделать очень важное заявление. Я готов выступить на Компе Титанов, готов работать в свою экипировку, но желательно без отборов. Не просто, поверьте, вот в таком, при таком, вот такая, у меня такая работа. Я работаю, у меня много и семинаров я провожу, и провожу турниров. В таком режиме готовиться на два турнира мне будет очень сложно. А на один турнир на Титаны можно подготовиться.